здарова народ с вами варчик в этом видео расскажу вам что нас ждет в патче 1.8 там есть как и хорошие изменения так и какие-то такие вот типы но доделали и доделали казалось бы это вроде как большой патч но на самом деле ну такое типа средненький я бы не сказал что он в нем что-то есть огромное там что изменит игру невероятно просто кардинально в лучшую сторону и так давайте короче без лишних слов что там будет первая доработка после боевой статистики очень много пунктов добавят что-то можно увидеть после боя в этой статистике там и всякие проценты побед и серебро с учетом расходов короче куча всяких там средних засветов там танкование среднего не среднее любое очень много параметров но есть ограничение всего лишь 7 пунктов мы можем выбрать и все больше мы не можем выбрать это ограничение какое-то кальтоська нам придумала поэтому 7 циферок после боя мы сможем увидеть также еще можем выбрать некоторые там настройки общие для этой пособой статистики по типу как хотим мы чтобы ежедневно сбрасывалась вся эта статистика или нет в принципе изменение неплохое доработали то что не доделали сразу закрыли свой косяк и так следующее изменение это то что теперь не будет больше довольствия вместо довольствия добавляют ежедневные задания ежедневные задания и будет три штучки легкая средняя тяжелая на мой взгляд они все легкие но возможно для танкистов они действительно как-то разделены на сложность но для меня они все никакущие также один раз в четыре часа можно будет заменить задание если она вам не понравится это очень хорошо поскольку это дает нам возможность не мучаться если задание какое-то странное или заставляет нас делать в бою то что мы не хотим или то что нас не устраивает не подходит под наш геймплей это правильно и хорошо и очень сильно эти ежедневные задания похожи на задание из пубга они там уже довольно таки давно существует и они дорабатывались уже многократно поэтому картошечка уже взяла практически готовая добавила себе в этом ничего нет плохого наоборот хорошо что они уже взяли какую-то наработку которая уже зарекомендовала себя как рабочая они начали делать все с нуля и 200 раз переделывать как они допустим не доделали сразу с послебоевой статистикой также еще после того как вы выполните три этих ежедневных задания получите четвертое задание бонусная в котором награда чуть побольше во всех этих наградах можно получить там жменьку серебра бонов каких-то там мелких всяких расходников чертежи учебные материалы и демонтажный набор также еще иногда можно будет получить один день према также за выполнение заданий каждое задание дает нам одно очко которое идет в шкалу которая состоит из 45 очков заполняя ее мы получим самую большую награду 100 бонов и там еще какие-то плюшечки небольшие 2 микро награды все это хорошо и раз 8 дней мы будем получать 100 бонов плюс мелкую фигнюшку да и в принципе за выполнение каждого задания тоже что-то будем получать это намного лучше чем довольствие потому что довольствие это какая-то неведомая срань который от балды надо он нам что-то дает а ежедневные задания это что-то осмысленное что-то что можно видеть почувствовать прочитать ощутить вот она нарисована вот это сделай вот это получишь они что-то там от балды раз в сколько-то боев выпадет из ниоткуда довольствие вообще была не интересная помойка а вот ежедневные задачи это хорошо при том что задание там довольно таки простые понятные и направлены на то чтобы вы участвовали в бою что очень даже хорошо следующее и одно из важнейших нововведений в следующем патче это скорее доработка ранговых боев одно из самых противных и конченых что было в ранговых боев это самое большое получение опыта за то что ты просто добиваешь фраг ты мог сидеть в кустах по 15 30 200 тысяч лет минут просто в конце подсосать несколько фрагов и быть в топе это было вообще плохо это ужасно было вообще неадекватно теперь количество опыта полученного при убийстве врага будет зависеть от того сколько вы ему нанесли урона я так понимаю после убийства врага всем кто участвовал в его убивание в зависимости от того кто сколько надамажил всем даду сколько-то опыта а просто за добивание фрага в кучу опыта теперь не получишь из-за этого пострадает моя тактика бесплатного прохождения рановых боев на имбовых и ст-шках ватных которые имеют очень офигенные пушки я просто играл особо без голды выживал до самого конца пытался добивать фраги и помогать своей команде перемещаясь на своем быстром танке туда где я мог ей помочь уроном и каждый бой у меня получалось добивать много фрагов что и способствовало что я очень часто был на первых местах по опыту теперь моя тактика немного пострадает в сторону того что мне не нужно фокусироваться только на фраги а и на урон урон набивается при помощи голды легче более уверенно и более стабильно но все равно если бы руки у меня были бы кривые голда бы мне не помогла поскольку зарядив кучу голды это не значит что ты набьешь кучу урона но теперь самая эффективная тактика для ранговых боев это играть на имбовых бронированных быстрых тяжах с имбовыми пушками на фулл голде и играть очень активно на первой линии с самой первой минуты боя будет еще больше выигрыша также еще арта видимо тоже должна получить с этого бонус поскольку на арте враги делать тяжело а просто урон набивать легче это изменение в принципе логическое и хорошее мне оно нравится несмотря на то что она повлияет на мою бесплатную тактику прохождения ранговых боев ничего страшного придумаем другую также еще в ранговых боях доработают интерфейс доработают ролевой опыт балансировщик тоже доделают в плане того что колесные танки теперь будут стараться попадаться напротив колесных танков они так что в одной команде колесник есть а в другой нету изменения в принципе шикарные но мне кажется в ранговых боях все равно еще одного изменения не хватает и она очень глобальная сейчас поясню что я имею ввиду самая основная мысль почему я допустим захожу поиграть в ранговые бои это чтобы поиграть с людьми которые моего уровня скилла чтобы я с ними поиграл и получил удовольствие от игры также еще может быть чему-то у них научился или они у меня ибо и получались более содержательные яркие интересные чтобы я реально рубился с людьми которые реально умеют играть это намного интереснее чем в рандоме поскольку когда начинаются ранговые бои в первые дни хорошие игроки вырываются вперед и начинают играть только друг против друга бои самые офигенные в ранговых боях именно в этот период когда в первые пару дней ты играешь только самыми сильными кто вырвался вперед а те кто слабые они медленно проходят ранговые бои и они сзади там барахтаются не успевают за сильными игроками но через время все начинает перемешиваться в кучу поскольку не у всех есть возможность играть беспрерывно еще нужно отвлекаться на какие-то другие заботы кроме игры поэтому через какое-то время ранговые бои превращаются в обычные рандомные бои никакой разницы особо нету что ты в рандоме играешь что в ранговых боях поскольку начинают играть там те же самые люди что и в рандоме начинают брать конченые слабые танки ехать на непопулярные конченые позиции неадекватно действовать в боях и ранговые бои превращаются в мусорку но так или иначе чтобы пройти ранговые бои тебе нужно пройти все лиги до самого конца даже если ты красный как жопа макаки но тебе просто понадобится для этого больше времени больше боев на мой взгляд в этом и кроется самая большая ошибка нужно сделать так чтобы человек который хорошо играет он доходил до более высоких лиг но там уже и получал свою награду ему не нужно проходить все до конца а человек который играет хуже он останавливался раньше и там тоже получал свою награду нужно сделать так чтобы каждый был своей лиги если ты слабо играешь что ты находишься в слабой лиги хорошо играешь в сильной лиги все потому что это ранговые бои или рандомные они очень быстро превращаются эти ранговые бои в рандомные и играть в них уже смысла особо нету только ради награды вот такие изменения в патче 1.8 с вами был варчик играть красиво всем пока играть в патче 2.8 с вами был